Это называется Наби чакра. Наби чакра находится в третьей чакре. То есть здесь, на уровне этой чакры, у нас есть качество, которое мы будем получить с рост плечени и эролитных заболеваний. Допустим, право-садистан чакры. Мулатар чакра, Садистан чакра, Наби чакра, Вой, сердечная чакра, у нас есть три сердца. Вишути чакра, Агния чакра и Санхстрава чакра. То есть каждая чакра имеет определенное количество лепестков, и каждая чакра вложена в своем месте. То есть у нас есть парасимпатические и две симпатические системы. Вот эти три канала соответствуют гораздо с ним. Две симпатические и одна парасимпатическая. И вот на симпатичной парасимпатической системе вы видите вот эти вот сплетения, и тут сплетения на уровне чакры. Там то же самое количество этих ответвений, как здесь лепестков. То есть все эти чакры, они действуют на симпатическую базу, симпатические системы. Все эти чакры, за почки, за себе везенку, также отвечают за печень, также отвечают за женский орган. Очень важные чакры. И поэтому, если работа идет только в одном направлении, все остальные органы не получают никакого питания. И поэтому человек получает сравнение на себе везенки, на печень, на почках, и камни в почве, и все такие вещи. И просто из одной такой вещи, и диабет, и то же самое. Что он много сильно занимается интеллектуальной работой. И насыщает свой мозг жаром, который идет из судьбы. То есть здесь эти два баллона, которые... Это есть ответвление вот этих вот актов, этих канонов. Два баллона образования. То есть это эго, это супер, это два наших полушария. То есть если, допустим, человек сильно вправо, активизируется, он думает и так далее, то вот этот канал у него активируется и жарит этот баллон. Баллон открывается, закрывает ему тень. И тогда человек на всех смотрит вот таким образом, с высока. То это бывает у людей, которые занимаются очень много и так далее. И так далее. И так далее. Развивается эго. Игнорирует. У них что-то, что такое. Если человек, допустим, уходит влево, в национальную сторону, он вочайник, переживает что-то и так далее, то с стороны переполняет его. И именно к ним с которой сразу не знает, кто он, наливился. Она ее вот этот баллон и перенасыщает его. То же самое, этот баллон может раздуться и закрыть полкену. Через которое идет впитание вот этой всепорникающей Суперникающая энергия — это та, которая создала нашу Землю, которая создала нас самих, которая создала всё, каждый раз. Она знает всё обо всём. И эта Суперникающая энергия питает нас через нашу тему. И она есть эта Вселенная, эта Суперникающая энергия. Она есть выше этой Вселенной, потому что она создана на самом деле. И вот эта Вселенная есть в нас. Это наши пундалини. Есть мулатара, чакра, мулатара, а есть просто мулатара. И вот это вот треугольная. И здесь пундалинина свёрта три с половиной раза. И вся на тренинге ждёт момента своего промуждения. Это треугольная косточка называется сакра. Она в основании позвонка Христовой кости. В основании Христовой кости. Когда у человека наступает момент самореализации, кундалиния поднимаются в тот же момент и в дообождения самозаврача. Когда человек начинает чувствовать прохладный поток из стенок. Начинает чувствовать прохладный поток злух. Начинает чувствовать поток этой кундалинии. Тогда у него начинает развиваться качество вот этих чакр, которые у него присутствуют. Вот эти чакры, допустим, до самореализации, они будут действовать разнообразными. Допустим, просто была проявлена эта чакра, просто эта была проявлена чакра. Кто-то умел хорошо говорить, и кто-то умел не этой чакры. Кто-то умел хорошо все воспринимать и это чакры. На уровне молодого чакры вы получаете невидность и чистоту. Невидность и чистота, которая заложена от следствия, это та сила, которую вообще нельзя уничтожить. Совершенность та сила, которую нельзя уничтожить. Кто-то думает, что он придет на свою невидность. Это может быть затянуто облаками, негативностью, науки и чакры. Но эту силу никогда нельзя уничтожить, потому что она есть основа этого времени. И когда человек получает самореализацию, то он автоматически становится невидимым. Потому что в кундарине проходит высшее крючатко. Все мысли о сексе, об опыте находятся на уровне крючатко. То есть если есть негативность. В кундарине находится высшее крючатко, она принимает ваше сознание выше этих вещей. И поэтому для себя он становится неприятно. Внимание уже ему неприятно. Но он свободен. То есть он здесь сильный. Потому что вот эта чакра дает ему силу и основу. Это наш мундарник. Который мы должны выглядеть. И с помощью которого мы можем броняться. Потому что это наши формы. Мы не будем ложить руку так же и на голову. Вы не сможете не доставить своих литков и гостей, важнейшим листом соорганизацией. Через шаг. Пожалуйста, сидите шаг. Сначала рука идет на левое сердце. И по ходу мы будем просто говорить словам из себя на верхней части живота и прижать на это место. Вот последнее левое сердце. Это принцип Гуру, который находится в нас. Принцип мастерства. Принцип мастерства. Потом рука идет на заднюю. Сейчас просто попробуйте эти места. Почувствуйте. Правая рука есть. Правая. А левая – это ответственность. Потом расправляем ладонию. Центром ладони на темер. Есть темер. Туда мы ставим. Туда мы ставим нашу руку. И прижимаем. Насколько это возможно. И пальцы отгибаем. А это очень важно. Пальцы отгибаем. И вращаем скальку по часовой стрелке 7 раз. Вот таким образом. И в этом практике мы сейчас очень хорошо. Все это делается с закрытыми глазами. Раз и открываете эти полпока. Просто не просто здесь, что не то в общем. Не потому что здесь что-то будет происходить такое, А чтобы ваше внимание никуда не отвлекалось. Если оно должно быть внутри. Это очень важно. И для самой ладонской вы должны шевать. Нельзя играть. Вы должны шевать диски. Того, кто хочет сам реализовать. Чьи культари и адреса. Просина. Около трех раз. Слепко идёт наливая сердце. Здесь мы с полуговедностью говорим. Мать и адрес дух неотрованное существо. Если мы есть чистый дух, то мы должны себя прости за так называемые грехи. Рука идет на левую часть шеи, выложу, немножко убежательная. Голова оборачивается вправо. На уровне реча вы должны прости себя. Скажите, я ни в чем не виновен, я абсолютно чистый. Без всякого чувства ины около шестнадцать раз. Это всегда речи сам и искус. Из всех, кто чувствует мать ни в чем не виновен. Если мы прощаем себя, то мы должны прости всех абсолютно. На самом деле, мы ничего не делали. Но мы не увидели, мы говорили. Когда мы говорили, что семнадцать через семь все прощают. Матия всех все прощает. Это очень важно. Потому что конкретно надо пройти через этот цех. Если мы не прощаем, то мы не можем прощать. Мы должны просто попросить прощения всепоникающей энергией руки и знаний. Просто из-за его благотворения. Всепоникающей энергией руки и знаний, пожалуйста, прости меня, если я буду с чем не виновен. Если я совершил не нашу жизнь. Теперь мы продолжаем составлять водой. Ицать промывание на семя. Прижимаем и ожимаем власть. Очень важно. По часовой стрелке. В этот момент, опять же, Солоту, раджем уважаемых, Чеманике, пожалуйста, Дайте мне мою самореализацию. Семь раз, во всеми. Чеманике, пожалуйста, Дайте мне мою самореализацию. Продолжение следует... 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 То, что он может достичь, то, что он может потом давать другим, это уже получается очень такой удовлетворяющий стимул, можно сказать, я не знаю, чувство. Ну, ясно. Вот я услышала, что Вы достаточно давно занимаетесь, все-таки 3,5 года. Ну вот, теперь к Вам вопрос. Будьте добры, представьтесь. Злочевский Александр Николаевич. А Вы как давно этим занимаетесь? Я получил свою самореализацию прошлой весной, то есть весной 92-го года. И сейчас, да, здесь уже говорили, что мир изменился сразу же. Мир внутри меняется и сразу же по-другому смотришь вокруг, видишь такие вещи, которых раньше не видел. То есть богаче стал мир? Намного богаче мир стал. Просто очень многие проблемы отпали, сами собой они решились сейчас. Для нас нет проблем. Совершенно никаких. Ну, это прекрасно, особенно сейчас и нет проблем. Ну, а теперь я обращусь вот к девушкам. Смотрите, совсем молодые. Казалось бы, ну какие проблемы, да? Как давно Вы занимаетесь? Сначала, конечно, представьтесь. Беспалая, Леонид. Как давно Вы занимаетесь? Я 92-го года, в феврале. А что Вас привело? Меня? Да. Ну, именно этот духовный рост. И с Ахаджиоги нет никаких проблем, посмотрите. Трегубова Наталья. Занимаюсь ей два года. Из Новосибирска. Вы сюда приехали вот по случаю или это целенаправленный приезд? Ну, это был общенаправленный приезд. По поводу познакомиться просто с йогами, пообщаться. И по поводу, что приехал Олег из Бийска тоже. Ясно. Ну, узнать. Ой, и все-таки вот я все понимаю. Это желание как-то себя... Нет, правда, понимаю. Желание себя увидеть в иной сущности. Желание и мир сделать более приемлемым для себя, и себя для мира. Это, в общем, полнует каждого из нас, всех живущих, абсолютно. Это желание, оно осуществляется конкретно в Сахаджиоге. Потому что человек в Сахаджиоге изменяется. Он изменяется, преобразуя свою сущность. Когда человек изменяет сам себя, то все проблемы, которые у него были, то они уходят автоматически, потому что он изменился. Он же сам их себе не строит уже. Так, можно Вас? Да, меня зовут Антошин Андрей. Я занимаюсь два года, из Бийска. И что дало мне Сахаджиога? Да. Просто радость. Это первое. Спокойствие. И коллектив, во-первых, братьев. Очень хороших. Да. Вот это еще одна проблема. Это проблема родственных душ. Так, можно, наверное, сказать. Проблема, которая сейчас у нас, по-моему, стоит чрезвычайно остро. Все люди разобщены. Каждый там в какой-то своей маленькой клеточке, какими-то своими проблемами. А вот Вы уже едины. Это, наверное, хорошо поддерживает. Очень хорошо. Тем более, в Сахаджиоге занимается очень много. То есть, в 55 странах мира, как уже говорили на программе, есть Сахаджиоги. И все они братья. То есть, я могу к любому поехать, и все будут рады меня абсолютно. То есть, нет там различий. Никаких. Да. Копылов Евгений. Я занимаюсь два года. Ну, значит, какие перемены у тебя? У тебя абсолютно перемены? Это можно так сказать. Конечно же, абсолютно. Это просто так. Вот я так хочу. Так скрываю свои отмены. Пройдите сюда поближе, пожалуйста, к нам. Татьяна Шираева. Занимаюсь один год. И для меня Сахаджиог, во-первых, дала действительно коллектив, когда весело, интересно, и забываешь даже свой возраст среди молодых. Потом у меня разрешились многие проблемы здоровья. И даже если какие-то проблемы еще бывают, ты их просто не замечаешь. И ощущение всегда, понимаете, радости. Обычно считается, что если человек все время радуется, то это плохо. Это говорит как-то о нем отрицательно. Почему-то считается, что человек должен иметь проблемы. И как-то всегда так считается. И когда нет проблем, просто радость в душе и ощущение, понимаете, постоянного счастья. Хотя говорят, что это невозможно. Ну, почему? Наверное, если такое достижимо, то, наверное, это прекрасно. Вот. Теперь вы будете добры. Резанова Галина. Ну, я занимаюсь тоже два года. Что еще сказать? Как вы пришли? Пришла? Что, собственно, вас привело? Может быть, случай? О, это длинный путь. Вообще-то я сначала занималась боевыми искусствами восточными. И потом уже так через тренера, там, Олег, значит, все участвует. Вот так вот получилось. Я получила символизацию в 91-м году. И начала заниматься сахаджи-йогой. То есть сначала у меня пошло это не спонтанно, а, как говорится, какой-то период я это. Осознания не было просто, кто такая мать и что такое сахаджи-йога. А затем уже пришло осознание. Затем уже все, что не нужно, отошло, просто отщелкнулось, как шкрупа. И пришло настоящее осознание, что такое сахаджи-йога. И радость, настоящая радость, что коллектив и все сахаджи-йоги, и вообще все люди прекрасные. Да, с вами пообщаешься, ты сам начнешь радоваться всем. Так, будьте добры. Попов Вадим Геннадьевич. Сахаджи-йога. Она изменила полностью мой образ жизни. То есть, я начал меняться и внутри, и снаружи. И, я не знаю, полностью, короче, образ жизни изменила. То есть, некоторые представления, такие старые, ушли. Ну, я не знаю, такие представления там. Вообще о жизни сменились полностью представления. Смысл жизни всем другой открылся. Не тот, кто-то ограниченный, что вот, там, я не знаю. Ну, всеобщий, да, заварядный такой. Начал понимать более так широко, что такое жизнь, как жить надо. Вообще, в чем смысл жизни. Я не знаю, что такое настоящий коллектив. Еще очень приятно ходиться с единомышленниками, которые тебя понимают. Да, потом нашел своего учителя в жизни. Тушимата Джейнер Маладеви. Да, учитель жизни, который помогает абсолютно во всем. Есть, куда обратиться за помощью. Есть, скажем так, с кем поделить свои проблемы. Тоже очень от всех проблем исчезает. Все проблемы суетные ушли. Счастливые люди, счастливые люди, нет никаких проблем. И вот еще у нас тоже гость, насколько я помню. Да, гость из Новосибирска Галашейкин Семен. Тут так много было сказано уже про сахаджи-йогу, про то, что это и радость, и нет проблем. Это второе рождение, которого мы ждали. Не одну жизнь, это просто новый мир, в котором мы теперь живем. Здесь очень хорошо, и лучше всего не брать интервью, а самим попробовать. Войти в сахаджи-йогу и узнать это, как оно есть на самом деле. Ну, может быть и так. Ну, видите, пожалуйста. Вот Вадим сказал, что он нашел учителя. Но очень важный момент в сахаджи-йоге, это уже человек сам себе становится учителем. То есть он сам приобретает опыт, а сам себя становится учителем. Знания, которые он приведает изнутри себя, получает. И он использует их через свои собственные возможности. А возможности сахаджи-йоген безграничные. То есть здесь человек, если чувствует радость и любовь к каждому человеку, вы сами понимаете, что сердце такого человека открыто. Открыто сердце, открыт ум, без всяких условностей. Тогда возможности человеку очень велики. И у меня вот такой вопрос, пожалуй, ко всем. Вот, ну, понятно, что для самого человека делает то учение, которому вы привержены. А вот это желание передать другому, это тоже спонтанно? Или это все-таки... Абсолютно спонтанный процесс, потому что, когда видишь, как у них возникают проблемы какие-то, они абсолютно решаются с образом жизни. Потому что сахаджи-йоговидь, это не просто группа товарищей перед вами стоит. Это образ жизни. Это образ жизни. И тот образ жизни, да. Значит, вы считаете, что вот эта вот потребность передать, потребность учить, она возникает вот в процессе осознания, да, вот, из сахаджи-йоги и себя сахаджи-йога? В процессе, в процессе роста в сахаджи-йоге, в процессе осознания, вот, то, что дает сахаджи-йога. Она дает радость, дает свободу внутри себя, от самого себя, от свободы. И дает просто вот помощь. Опять же, изнутри, из самого себя. А как же, если получая такую любовь и радость изнутри, ты не пойдешь и давать это другим? Просто люди автоматически начинают это воспринимать, кто открыт умом и сердцем. Это легкость, которая в Сахаджи-йоге присутствует. Прям заинтересуете? Так, я вот слышала, что, по-моему, вы занимаетесь детьми Сахаджи-йогой, да? Будьте добры. Я надеюсь, как сказать, детьми. Просто я пыталась, детям очень понравилось, но родители не поняли этого. Да, родители не поняли, во всяком случае, мне сказали, что они пока опасаются, чтобы дети занимались. Началось хорошо, но, к сожалению, пока не поняли, да? Ну, я думаю, вот посмотрев и послушав вас, многие переменят свое мнение. Так, и еще я слышала, Олег, вот дошли, так сказать, разговоры, вы были в Индии. Ну, хотя бы самые свои такие впечатления. Ну, Индия вообще, по-моему, для нас, для людей, россиян, имеет огромное значение. Ну, я, например, глубоко убеждена, что Индия наша древняя прародина. Да, если судить по тому, что очень много и названия древних богов, очень много одинаковых слов. А санскрит, как убеждены индийские филологи, что мы, русские, говорим просто на особом виде санскрита. Только и всего. Так что мы почти родственники. Итак, ваши впечатления от такой замечательной поездки? Ну, как просто Индия. Индия – это люди абсолютно, они, как можно сказать, расслаблены и удовлетворены изнутри. То есть, первое впечатление, которое было, они удовлетворены изнутри. Я никогда просто не видел в Индии дерущихся на улице людей, кричащих друг на друга. Просто сама атмосфера в Индии, она как-то облагораживает и успокаивает. Человек становится расслабленным и спокойным. То есть, его печень становится спокойной. И там цель поездки была просто посетить детскую школу, которая находится там. Детская школа – это все дети сахаджи йогов, которые просто находятся там и учатся определенное время. Там обыкновенная школа. Просто эта атмосфера, этот воздух дает им немножко очиститься от западной культуры, от этих всех нашествий. И от того, что они, допустим, были слишком активны, или там проблемы центрального сердца с иммунитетом. Это просто вот эта атмосфера и горы дают им немножко очиститься от этих всех проблем. Там они находятся одни. И учителя, конечно, все, родители их посещают, нет проблем. И те, кто хотят, они просто их туда отдают, и там они учатся. И вот этот вот воздух, эта атмосфера Индии, вот эта вибрация, медитация, они медитируют все это, очищают их и успокаивают. И удивительно, просто эти дети, рожденные уже с самореализацией. То есть им не надо давать самореализацию, чтобы почувствовать прохладный поток, они уже родились с ним. И это дети совершенно спонтанные. То есть, допустим, такому ребенку, когда ты обыкновенному ребенку, ты говоришь, это не делай, это не делай, это не делай. Этому ребенку не надо вообще ничего говорить. То есть, допустим, делать таким образом. Если он себя неправильно ведет, ты просто об этом не думай, не замечай. И автоматически этот ребенок придет в центр. Уже просто моя практика, как я видел этих детей, автоматически он приходит в центр, автоматически он начинает делать так, как надо. Просто у этих детей очень сильно развит принцип гуру, мастерства. То есть, они сами себя начинают контролировать. И они начинают учить учителей. Не учителя начинают учить их. Да, то есть, там такая коллективность вокруг них возникает. Если, допустим, какой-то учитель неправильно себя ведет, начинает на них кричать, бывает очень такой сердитый, несамореализованный, то эти дети просто со страданием на него смотрят и ждут, пока он успокоится. Когда он успокоился, они ведут себя, как будто этого и не было. И тогда этот учитель начинает понимать, что он себя вел неправильно. Это действительно так и происходит. Просто удивительно, как это все бывает. Вторая ЦРПСК – это семинар, международный семинар, куда приезжает группа от всех йогов мира туда, в Индию. Потому что Индия, как Вы сказали, это уже мать святых. То есть, это Индия просто не съездить туда и не почувствовать атмосферу, это многое можно потерять. Да, я думаю, многие, многие позавидуют уж хотя бы то, что древнейшее все-таки место на Земле. Да, древнейшее место на Земле, но Россия тоже не так уж плохо. Безусловно, безусловно, это уж точно. Ну что, большое спасибо Вам всем. Я надеюсь, что Вы в своих занятиях достигнете еще большего суток. И люди будут Вам просто благодарны. Я надеюсь, я считаю, что это самое, это благодарность людей ведь так же. Спасибо. Спасибо. Спасибо.